Здравствуйте! Вы смотрите вечерний выпуск новостей в студии Телли Гусеня Задея. Вначале коротко о главном. Расположение Азербайджана в среднем коридоре и маршруте север-юг создают дополнительные возможности для ведения бизнеса в стране, заявил президент Ильхам Алиев на панельном заседании на тему Евразийский средний коридор от пути до магистрали в рамках Доводского форума. Европарламент, оказавшийся в отвороте коррупционных скандалов, зарабатывающий на коньячной дипломатии Армении, не имеет морального права указывать Азербайджану, как себя вести на собственной территории, а тем более обвинять его в чем-то. Баку собрал все доказательства разрушения учиненных Армении в период оккупации азербайджанских земель. Ереван должен выплатить полную компенсацию за вред, нанесенный окружающей среде в период 30-летней оккупации. Трехсторонний формат Азербайджан, Грузия, Армения был отвергнут Ереваном. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на панельном заседании на тему Евразийский средний коридор от пути до магистрали в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Глава государства с сожалением констатировал, что Ереван не ответил на предложение Баку по подписанию мирного договора, который будет очень простым и основанным на фундаментальных принципах международного права. Президент Ильхам Алиев принимает участие во Всемирном экономическом форуме в 15-й раз. Выступление и месседжи Ильхама Алиева неизменно находятся в центре внимания прибывшей в Давос мировой политической и экономической элиты. На этот раз глава государства акцентировал внимание на транспортной инфраструктуре страны. Он заявил, что Азербайджан поддерживает отличные отношения со своими соседями с Запада, с Грузией и Турцией, с Востока, с Центральной Азией. Более подробно расскажет моя коллега Анастасия Панарина. В качестве естественного географического моста за последние годы Азербайджан вложил крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе своего участия в панельном заседании ВЭФ-2023 на тему «Евразийский средний коридор от пути до магистрали». Глава государства также указал на потенциал использования среднего коридора и для углеводородов. Участники встречи обсудили перспективы развития этого маршрута и в целом расширения транспортного сотрудничества. Также на повестке встречи были инвестиции, развитие энергетической инфраструктуры, налаживание эффективного партнерства между странами Европы и Азии. Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе для активной работы над таможенным, администрированием, достижения подхода единого окна и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения. Также глава государства отметил, что в ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Она станет территорией производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха. Самая дружественная среда во всем мире – это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией и трехсторонние отношения, указал он. На панельном заседании глава азербайджанского государства отметил, что превращение в транзитную страну есть в плане нынешних реалий. Однако для правительства Азербайджана более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому проводится очень много работы по диверсификации экономики. Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на среднем коридоре и маршруте север-юг создают дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане. Отметим, что в Давосском форуме в этом году зарегистрировано рекордное число участников. Это почти 3000 известных людей из 130 стран, а также более полусотни глав государств и правительств. Тем не менее, много внимания на форуме уделяется Азербайджану и, разумеется, президенту Ильхаму Алиеву, который представляет страну в Давосе. Здесь глава азербайджанского государства встретился с руководителями ряда глобальных компаний, представителями влиятельных международных институтов. Кроме того, состоялись встречи президента Азербайджана с главами государств и правительств ряда государств. На различных сессиях официальные лица Европейского Союза подчеркивали роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Отмечено значение, проходящее через Азербайджан транспортных маршрутов, в том числе среднего коридора и коридора север-юг. Особое внимание было обращено на потенциал и возможности страны в области возобновляемых источников энергии. Подробнее тему Давосского форума и роли Азербайджана в нем мы обсудим с Эльмирой Годжаевой, доктором философии по экономике, который выходит с нами. В первую очередь хотелось бы затронуть тему среднего коридора. Неоднократно отмечено, что этому проекту отводится важная роль в глобальной экономике. Каким вы видите дальнейшее развитие коридора и сотрудничество Азербайджана с другими странами? Конечно, средний коридор открывает для Азербайджана большие перспективы, большие приоритеты его развития. Так как сегодняшнее состояние геополитического характера, а также, надо сказать, все процессы, которые были вызваны COVID-19, свой сыпочек поставок, как мы неоднократно говорим, он все-таки позволяет нарастить в последующем выпуск продукции, местного производства, сокращение, естественно, здесь снижение инфляционных процессов, потому что мы видим, что мировой процесс столкнулся с, и как президент указал, что с импортированной инфляцией. Естественно, инфляция, она пагубно влияет на экономические процессы, но, несмотря на это, мы прекрасно понимаем, что фактически Азербайджан, наращивая объем поставок, продукции, он, конечно же, тем самым будет аркетировать инфляцию и, конечно, ее регулировать. Что же касается среднего коридора, который открывает большие перспективы для Азербайджана, это, прежде всего, синергия Европы и Азии, мы прекрасно понимаем, что транспортный мультимодальный коридор открывает здесь, прежде всего, возможности для того, чтобы здесь в большом количестве, конечно, нарастить грузоперевозки, сокращение, естественно, здесь времени. Для Азербайджана, конечно, большое значение имеет, конечно, сотрудничество со многими странами, как вот вы и указали, опять-таки, всему мировому процессу сегодняшнего выступления президента, и это показывает, что на Южном Павказе дружественные отношения, мультикультуральные ценности, они в Азербайджане всегда ценились высоко и ценятся другими странами, как это и подчеркнула Грузия. Необходимо, конечно, сказать, что данный средний коридор, он позволяет также создавать инфраструктурные проекты с целью реализации данного проекта с экономической точки зрения, потому что мы прекрасно понимаем, что синергия, как раз-таки здесь между производителями и потребителями, она, конечно, необходима, и, соответственно, она будет только учитывать производственные процессы в больших объемах. Также надо сказать, что помимо всего того, что мы говорим, инфраструктурные процессы и так далее, то есть инфраструктурный великий сектор как таковой, мы видим за последнее время, не просто так, воловой внутренний продукт, который был озвучен в конце 2022 года, в прошлом году он составил 134 миллиарда монад, соответственно, это также говорит о том, что Азербайджан не останавливается на достигнутом, он повышает свою экономическую эффективность за счет наращивания производственных процессов, то есть для него самое главное на сегодняшний день, помимо того, что мы говорили о поставке нефти, но и масса, значит, конечно, реализация таких проектов и Шахтанис-2, который тоже позволил, конечно же, Азербайджану, как и указало выше, нарастить данную сумму. Естественно, надо сказать, что в данном случае, что же, какие перспективы будет иметь средний коридор, естественно, здесь фактически все факты налицо, потому что мы прекрасно понимаем, что Азербайджан, значит, находится на благоприятном географическом пространстве в стыке Центральной Азии и Европы, и поэтому транспортно-коммуникационные коридоры создают для него большие возможности транзита товаров для многих стран. Соответственно, что это позволит, естественно, сокращение поставок и, естественно, наращивание добавленной стоимости. К месту надо указать, что подписав дорожную карту с Казахстаном, Азербайджаном и Турцией, а также по среднему коридору, здесь, естественно, будет пропускать способность по коридору, на которой будет достигаться 10 миллионов тонн в год. Что касается, конечно, данного проекта, какие еще будет он иметь перспективы, то, конечно, здесь надо сказать, что в рамках транспортного международного транспортного коридора открытие коммуникаций региона, в том числе, надо сказать, потому что здесь это также послужит расширением международных транспортных связей, мы прекрасно понимаем, что это очень важно для страны, которая наращивает, естественно, поставку продукции. Ну и, естественно, надо сказать, что все вот эти грузоперевозки, и что связано, естественно, со средним коридором, это в первую очередь высокий потенциал, и, соответственно, который будет воздействовать на экономику в положительном аспекте. Много внимания также на форуме было уделено и возобновляемым источникам энергии. Здесь большим потенциалом обладает Каспийский регион и Азербайджан, в том числе подписанное в декабре 2022 года между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией соглашение будет способствовать экспорту зеленой энергии из Азербайджана. Какие соглашения в данной сфере можно ожидать в будущем, и как подобные договоренности могут повлиять на энергетический рынок Ревопы? Конечно, надо, конечно, к месту отметить, действительно, 17 декабря 2022 года лидеры Азербайджана, Венгрии, Грузии, Румынии подписали историческое соглашение зеленой энергетики. Прекрасно понимаем, что в данный момент экосистема имеет большое значение, потому что мы прекрасно понимаем, что зеленая энергия, прежде всего, это расположение на альтернативные источники энергии, то есть возобновляемые. Прекрасно понимая, что мы обладаем большим потенциалом здесь альтернативных источников энергии, соответственно, надо говорить о строительстве, и еще также надо отметить, что энергетическая безопасность, а также здесь такое вот расположение, как в Азербайджанном мировом рынке, себя, конечно, зарекомендовал как важный, надежный стратегический партнер в энергетической безопасности, в особенности Европы, то в данном случае надо говорить о том, что насколько важно данное стратегическое соглашение в области развития и доставки зеленой энергии. Соответственно, надо говорить о том, что в действительности данные аспекты они также расположены в национальных стратегиях Азербайджана, в пяти его направлениях до 2030 года, и, кстати, там будет указано наращивание зеленого роста. Естественно, без инфраструктурных проектов это невозможно, поэтому фактически это сотрудничество носит долгосрочный характер. Надо сказать, что в сфере важных отраслей экономики, но и также, надо сказать, что развитие данной инфраструктуры, а также касающиеся зеленого водорода через Черное море, и это тоже серьезный вклад в обеспечение энергетической безопасности европейских стран. Но также вот очень, конечно, основательно, акцентированно, надо сказать, о диверсикации источников энергии, потому что неоднократно это указывалось на международном экономическом форуме в Давосе, поэтому фактически также говорилось о маркетинговой стратегии, что, естественно, служит для последующей диверсикации за рынками и, естественно, за товарами. Поэтому фактически возобновляемые источники энергии, различные виды возобновляемых источников энергии должны быть доступными, чистыми, как я сказала, с учетом, конечно, экологической безопасности, которая также учитывается в резолюциях Организации Объединенной Нации. И тем самым, конечно же, фактически интеграция данной соглашения и электрокабель в Черном море тоже показывает интеграцию между странами. И, естественно, первое, это, конечно, создание макродинамической стабильности между странами, меропорядка, которые направлены, прежде всего, на здесь вот фактически укрепление экономических связей с учетом, естественно, индиционного потенциала, если надо сказать, Азербайджана. Индиционный климат также здесь осполжитель надо указать. И, естественно, также вот Азербайджан, потому что там рассматривана тарифная политика. Тарифная политика, она рассматривается с учетом таможенных пошлин, освобождение от налогов. И, конечно, надо сказать, что Азербайджан, начиная с 90-х годов, 92-го года, всегда принимал во внимание, которое это указано в законе, в защите местных и иностранных инвесторов. Поэтому фактически электроэнергия, поставщиком электроэнергии в Европу, особенно зеленой, является для географической зоны, геополитического пространства Азербайджана самым важным аспектом. Благодарю вас, Эльмира Ханну. Спасибо вам большое, что ответили на все наши вопросы. Всего доброго, до свидания. А напомню, что с нами на прямой связи была Эльмира Годжаева, доктор философии по экономике. Продолжаем выпуск. И продолжаем тему. На полях Всемирного экономического форума также состоялась встреча президента Азербайджана Эльхам Алиева и премьер-министра Монтенегра Дритана Абазовича. Собеседники отметили дружеские отношения между странами и обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в области туризма, инвестиций и в энергетической сфере. Президент Эльхам Алиев рассказал об обстановке в регионе Южного Кавказа, отметил, что Армения, используя различные ложные данные, проводит антиазербайджанскую пропаганду в ряде международных институтов. В свою очередь, Дритан Абазович подчеркнул, что Монтенегра всегда считает Азербайджан дружественной страной. Он указал, что его страна заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Кроме того, президент Эльхам Алиев встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Плинтковичем. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики. Также глава государства провел встречи с председателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, а также с комиссаром Европейского союза по бюджету и администрации Йоханнесом Ханом. Особый вклад в реализацию Южного газокоридора Европейского банка реконструкции и развития обсудили президент Азербайджана Эльхам Алиев и первый вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Юрген Риктеринг в ходе встречи в Давосе. Также в рамках беседы было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ЕБРР. Подчеркнуто, что банк участвует в важных проектах в Азербайджане. В том числе в ходе встречи составил замен мнениями по перспективным приоритетам, затронуты вопросы сотрудничества в сфере транспорта, логистики, информационных технологий и возобновляемой энергии. Отметим, что также в Давосе состоялась встреча президента Азербайджана Эльхама Алиева с основателем и председателем компании Адани Групп Гаутама Мадани. Азербайджан является инициатором коридора Восток-Запад и Север-Юг и важным транспортно-логистическим узлом. И в этом контексте обсуждены перспективы сотрудничества. Кроме того, было отмечено особое значение среднего коридора, проходящего через территорию Азербайджана. Помимо этого, на встрече состоялся обмен мнениями о привлекательности страны для прямых иностранных инвестиций, развития азербайджанской экономики и перспективах сотрудничества с Адани Групп нефтехимической, горной, металлургической промышленности и других сферах, представляющих взаимный интерес. На фоне текущей глобальной геополитической ситуации страны Южного Кавказа, Центральной Азии и Европы вынуждены приспосабливаться к последствиям нестабильности. Возможности налаживания эффективного партнерства в новой реальности, а именно расширения транспортно-логистических маршрутов, будет также обсуждаться на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Неслучайно прошедшая сегодня панельная дискуссия в ЭФ, как уже говорилось, посвящена перспективам развития Среднего Коридора. Этот международный транспортный путь проходит через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. И в его развитии заинтересованы все страны, лежащие на пути маршрута. Средний коридор, восток-запад, это одно из ключевых направлений сегодня. Для логистических транспортных путей Азербайджан является ключевой точкой в этом коридоре. Если взять историческое развитие логистических маршрутов, то видно, что где-то 10-15 назад основными маршрутами были морские. Мы сегодня видим, что цена, себестоимость морских перевозок увеличивается, поэтому необходимо рассматривать только морские, но и земные, мультимодальные. Средний коридор обладает рядом важных преимуществ. Если по морю груз из Китая в Европу идет 30-40 дней, то по железной дороге время доставки сокращается до 15-25 дней. По геополитическому расположению Азербайджан является ключевой точкой в этом транспортном коридоре и выступает в качестве хаба, отмечает эксперт. Если мы посмотрим на карту, то оказывается, что все точки сходятся в Баку, с Востока на Дапад и с Западом на Восток, если рассматривать. А сегодня Азербайджан умел ответить на многие вопросы, которые существуют для развития этого среднего перевозка. Азербайджан построил все необходимые сегменты транспортной инфраструктуры. Созданная в стране политическая и экономическая стабильность, благоприятная деловая и инвестиционная среда обеспечивают реализацию любого проекта. 10 лет назад, когда Китай вышел с инициативой «Один пояс, один путь», Азербайджан был в середине этого коридора, в верхнем коридоре Школы Северной России, в городе Нижнего Северной Ирана. В связи с политической ситуацией, и особенно после 44-дневной войны и нашей победы, инвесторы и компании отдают большее предпочтение среднему коридору через Баку. Это приводит к тому, что необходимо увеличивать грузопоток, а Азербайджан превращается в одного из лидеров. Это не только инициатива Китая и желание Китая иметь альтернативные пути поставки товаров и услуг в грузопоток. В этом коридоре заинтересованы наши соседи. По мнению экспертов, развитие транспорта и логистики будут способствовать экономическому росту в Азербайджане. Также, по данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению волового транспортного продукта стран Центральной Азии на 15%. Мир поделится на две. И вот эта разобщенность, естественно, очень влияет на экономику, на благосостояние людей. Вот эти цены растут в странах некоторых Африки, там голод. Россия и Иран с юга как бы закрыли дорогу между Китаем, основным партнером Европы, и Европой. И тут появился такой единственный вариант, это серединный путь, серединный шелковый путь, который раньше Китай тоже как бы инсировал, но такого большого успеха, как сейчас, они не могли достичь. Вот сейчас в этом серединном пути самым основным из стран является это Кавказские страны, Азербайджан, Грузия, Казахстан. Ну и, естественно, выходим на Констанцию Европы. До 1 января 2023 года от предпринимателей, желающих начать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана, поступили 1339 заявок. Об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Орхан Мамедов на пресс-конференции по итогам 2022 года. По его словам, 873 обращения поступили от местных предпринимателей, 466 – от инвесторов из 37 зарубежных стран. Среди обращений иностранных инвесторов преобладают заявки из Турции, Казахстана, Венгрии и России, подчеркну глава агентства. Также на конференции было отмечено, что в селе Агалы Зангеландского района было открыто окно обслуживания малого и среднего бизнеса Кобия. В прошлом году в селе Агалы Зангеландского района при поддержке агентства Кобия объединением предпринимателей и промышленников Турции и Азербайджана и турецкой компанией Корин было открыто окно обслуживания Кобия, предоставляющей услуги для малого и среднего бизнеса, а также швейная фабрика для удовлетворения потребностей жителей Агалы в товарах повседневного спроса, которое создано на основе государственно-частного партнерства. Председатель Кобия Орхан Мамедов также заявил, что в Азербайджане в ближайшие полгода может быть создан инвестиционный фонд малого и среднего бизнеса. По его словам, уже ведутся переговоры между государственными структурами по этому вопросу и получены все заключения. Нерешенными остались только вопросы, относящиеся к полномочиям Министерства финансов. Говоря о финансировании бизнеса, председатель агентства, кроме того, подчеркнул, что в азербайджанских банках готовые годовые процентные ставки по кредитам слишком высокие. На данный момент мы не можем сказать, что эти процентные ставки будут снижаться. Но у государства есть механизм льготного кредитования, которым успешно пользуются предприниматели. Иногда проблема заключается в том, что предприниматели неправильно подают документы. Наш бизнес-офис работает с Центральным банком. Членами этого бюро являются разные предприниматели. И мы готовы выслушать мнение предпринимателей об имеющихся проблемах. Десятки встреч и переговоров. Это были все новости экономики к этому часу. Анастасия Панарина представила экономический блок. Мы продолжаем. Азербайджан укрепляет сотрудничество с ведущими компаниями мира. Желающих усилить кооперацию с Баку становится все больше с каждым днем. Эффективную площадку для налаживания связи им предоставил Всемирный экономический форум в Давосе, в котором участвует также президент Азербайджана. Десятки встреч и переговоров. Участие Азербайджана в Давосском форуме вызвало интерес глав ведущих компаний мира. Президент Ильхам Алиев в рамках форума уже успел пообщаться с топовыми бизнесменами, чиновниками, представителями международных структур. Это 19-й по счету визит главы государства Швейцарию. И его 15-е участие в Давосском форуме. И в этот раз обсуждены самые различные вопросы сотрудничества. По мнению экспертов, плодотворные переговоры говорят о роспущем интересе к Азербайджану и усиливающемся авторитете президента Ильхама Алиева. Участие Азербайджанского президента в Давосском форуме дает возможность Азербайджану показать меру достижения Азербайджана в различных отраслях жизни, в частности развития экономики. Азербайджан имеет быстроразвивающую экономику. Ему удалось создать азербайджанская модель развития ненефтяного сектора. Азербайджанская экономика – привлекательная среда для иностранных компаний. Также Азербайджан имеет высокий авторитет международным сообществам. Устанавливает отношения с Азербайджаном, вести совместные экономические проекты. Проекты сегодня стремятся многие страны и иностранная компания. Азербайджан создал выгодные условия для иностранных инвестиций. Об этом свидетельствует большой интерес, который проявляют мировые компании. Помимо экономических вопросов, во время многочисленных встреч президент Ильхам Алиев информирует своих влиятельных собеседников о ситуации в регионе. В центре внимания – процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вдовосий Ильхам Алиев напомнил представителям ведущих компаний мира деструктивной позиции Еревана и готовности Баку подписать мирный договор. Практически на всех встречах глава государства затрагивает ситуацию вокруг Лачинской дороги, подчеркивая легитимность поведения мирной акции против незаконной эксплуатации природных ресурсов страны. Ильхам Алиев довел на внимание участников Давосского форума, что в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Карабахе до сих пор присутствуют криминальные группировки, а Лачинская дорога использовалась Арменией для перевозки мин. Азербайджан эффективно использует площадку в Швейцарии для доведения правды о постконфликтном периоде в регионе, отмечают эксперты. Для всех этих крупных транснациональных компаний сегодня важны такие устойчивые рынки для обеспечения надежности своих инвестиций. Конечно, реализация масштабных проектов по восстановлению Карабаха и восточного Зангизура открывает новые дополнительные возможности для бизнеса. Азербайджанская сторона делает все возможное для того, чтобы эти возможности были реализованы в полном мире. Создаются соответствующие объекты инфраструктуры, производственные инфраструктуры, которые позволят реализовать крупные проекты на этой территории. Кроме того, реализация Зангизурского транспортного проекта позволит интегрировать Карабахский регион, Восточно-Зангизурский регион в региональные экономические связи. Успехи Баку на международной арене традиционно вызывают обеспокоенность Еревана. Армения на всевозможных площадках озвучивает необоснованные требования принять санкции против Азербайджана и изолировать страну от участия в глобальных проектах. Но Даводский форум показал, что интерес к сотрудничеству с Азербайджаном растет с каждым днем. К тому яркий пример – большое число влиятельных компаний, которые сами выразили инициативу провести переговоры с азербайджанской стороны об укреплении взаимодействия. Изолированной остается лишь сама Армения. Европарламент принял очередной антиазербайджанский документ. Резолюция, утвержденная европейскими депутатами, содержит провокационные призывы против официального Баку. Интересно, что, просматривая данный документ, складывается впечатление, что его авторами являются не несколько европейских стран, а только лишь Армения и Франция. Подробнее об этом расскажет мой коллега Шумистан Мамедов. Шумистан, здравствуй. Что же на этот раз придумали эти надоедливые европарламентарии? Да, действительно, это ли европарламентарии активно штампуют антиазербайджанские тексты, в которых заключается ложное обвинение против Азербайджана. Похоже, что они отрабатывают вот эти финансовые вложения, которые сделала армянская диаспора. Сейчас я подробнее об этом расскажу. В новой резолюции европарламента содержится ряд пунктов антиазербайджанского характера. И они настолько далеки от реалий и имеют клеветничать характер, что невольно задаешься вопросом, кто автор документа? Депутаты или провордонявновский телеграм-канал с 50 подписчиками? В частности, в докладе, основным спикером которого выступил председатель комитета по международным отношениям европарламента Дэвид Макалистер, решительно осуждается так называемая военная агрессия Азербайджана против Армении, якобы имевшая место в сентябре прошлого года. В резолюции, наряду с такими глупыми утверждениями, как агрессия или блокада Лачинской дороги, содержатся также отсылки к мадридским принципам, которые уже давно потеряли свою актуальность и канули в лето. Европейский парламент, который не дали как месяц назад, обсуждался во всем мире из-за многомиллионных коррупционных скандалов, связанных с вице-президентом Евой Кайли из Греции, давно зарекомендовал себя как организация с исламофобской и азербайджанофобской позицией. И, конечно же, двойными стандартами. Европарламент, который периодически шокирует весь мир своими коррупционными скандалами, не имеет права на сегодняшний день, морального права, инсценировать какой-либо процесс в отношении какого-либо государства. Потому что на сегодняшний день, хотя уже она не член Европарламента, не вице-президент, но, тем не менее, она была арестована в статусе вице-президента Европарламента. И еще четыре человека, которые важные персоны в исполнительных, скажем, частях, исполнительных органах Европарламента, на сегодняшний день арестованы. Еще есть информация о том, что около 16 человек, в отношении 16 человек идут расследования. И на сегодняшний день ни у кого нет достоверной информации о том, что сколько из этих 16 человек имеется в списке 18 лиц, которые в отношении Азербайджана хотят инсценировать какой-то процесс. Я более чем уверена, что Европарламент должен разбираться с своими проблемами в первую очередь, включая самую важную из них коррупционную схему внутри организации, а уже после начинать инсценировать какие-то процессы политические или другие процессы цели давления той или иной страны. Примечательно, что европарламентарии не смогли ознакомиться с проектом резолюции с самого начала. Документ должен был быть представлен представителям за несколько дней до голосования. Однако депутаты приняли проект резолюции всего за два дня до его рассмотрения. Что это, если не предвзятость? Благодаря таким продажным парламентариям, как Натали Луазов, жилых которой помимо крови еще текут деньги армянских бизнесменов, Европарламент, тонущий в водовороте коррупционных скандалов, извлекающий огромную пользу из коньячной дипломатии Армении и армянского лобби, не имеет морального права напоминать Азербайджану о территориальной целостности, блокаде или правах простого населения. Европарламент преподносит контроперацию азербайджанских войск в ответ на армянские провокации в сентябре прошлого года как военную агрессию и якобы захват территории. Конечно, они прекрасно знают всю правду, но вынуждены молчать. Как молчали об оккупации 20% азербайджанских земель в начале 90-х годов? Как молчали о Ходжалы? Как молчали о том, что в регионе за 30 лет появилось непризнанное террористическое государство, кваси-государство, через которое проходил наркотрафик из Ирана в Европу? Почему об этом молчали? Вопрос риторический. Ответ на него не нужен. Десятки, сотни, тысячи, миллионы евро, которые жертвуются состоятельными армянами по всему миру и особенно армянами Франции, доходят до своего назначения. Позорно, что Европарламент закрыл глаза на минную проблему, с которой столкнулся Азербайджан в 2020 году. За два с лишним года жертвами взрывов стали около 300 граждан страны. С другой стороны, поражает факт, что настолько люди не информированы. Рассказать о том, что о каких-то мадридских принципах, которые имели место, скажем так, во время оккупации, когда как уже война закончилась, то есть часть азербайджанских семей, она деоккупирована, и рассказать на сегодняшний день о мадридских принципах и каких-то пунктах, которые там есть, это явный пример того, что они даже не знают, что вообще происходит в Южном Кавказе, что вообще здесь происходит. Это депутаты, которые относятся к группе армянских друзей в Европарламенте, которых финансирует сам, скажем, мафиози. Баку доказал, что армянские сепаратисты Карабаха вместе с армянскими властями минировали суверенные территории Азербайджана, что противоречит условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, которое подписал Никол Пашинян. Европарламент говорит о так называемой блокаде Лачинской дороги. Разве не по этой дороге завозились мины на территорию Азербайджана? Разве не по этой дороге в Карабах приехал российский миллиардер Рубен Варданян? И если даже отложить в сторону минную проблему и проблему экологии, и приезд провокаторов в Карабах, о какой блокаде идет речь? Как можно называть блокадой то, что не заблокировано? Как во время блокады гражданские лица, машины миротворческих сил и автомобили Международного комитета Красного Креста едут в обе стороны? Неужели так сложно открыть интернет, сделать запрос поисковик и посмотреть кадры? Но нет, слово Рубена Варданяна, похоже, дороже. И вновь вопросы без ответов. А как же в прямом смысле заблокированная дорога, соединяющая Нахчеван с западными районами Азербайджана? А это что, если не блокада? Почему Европейский парламент, призывающий Азербайджан, цитата, «вывести свои войска с территории Армении», не призывает Армению отступить из восьми сел Азербайджана, которые до сих пор находятся под армянским контролем? Даже сама Армения уже забыла о мадридских принципах. Уважаемые европарламентарии, где вы это откопали? После признания Армении в Праге и Сочи территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, такая позиция Европарламента наносит удар по миру и просто льет воду в мельницу реваншистских сил в лице Кочаряна и Сарксяна. С другой стороны, поражает еще и этот факт, что настолько всесильная армянская диаспора и армянская медиа-сеть в Европе и европейских организациях, когда как дезинформацию в виде блокады дороги или блокады коридора или блокады Ханки-Анди, и якобы, что там есть какие-то процессы, то есть там гуманитарная катастрофа и так далее. То есть утверждать это время, когда все так ясно, время, когда можно информацию сразу же узнать не только от армянских, от групп, от, скажем, армянских медиа, но также можно узнать, читая просто независимые СМИ. Но ясно, что их желание, так же, как им важно на сегодняшний день, скажем так, исполняя заказы своих армянских руководителей, в виде армянской лобби в европейских организациях, инсенировать против Азербайджана что-то. Возвращаясь к ситуации с голосованием, хочется сказать, что это уже говорит о многом. Несмотря на динамично развивающиеся отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом во многих сферах, несмотря на все усилия Шарля Мюшеля поспособствовать налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией, депутаты Европарламента идут против руководителей своего же континента, обменивая правду и приверженность европейским ценностям на грязные армянские деньги. Конечно, там прекрасно понимают, что подобное отношение вредит и самой Европе, но, как говорится, ничего личного, только бизнес. Впрочем, это много говорит и о самой ситуации в самом Европарламенте. Очевидно, что в нынешнем году позиция данной организации по отношению к Азербайджану не изменится. Вероятно, деньги уже сели авансом. Есть небольшая надежда, что в следующем, в 2024 году, когда пройдут новые выборы в Европарламент, будут избраны честные депутаты, для которых истинно дороже денег. Естественно, эти резолюции, документы, высказывания всякого проармянского сброда не меняют ничего. Азербайджан будет сотрудничать с Европейским Союзом. И очевидно, что европейские депутаты прекрасно знают, что принятие резолюции абсолютно ничего не изменит. Те из них, кто проголосовали за этот предвзятый документ, чуть ли не с трибуны говорили, что он никого не обязывает и только создаст ненужную напряженность. Это резолюция Европейского парламента, обычный лист бумаги. Такие резолюции, клеветнические кампании ни в коем случае не могут повлиять на волю Азербайджана, помешать ему в достижении своих целей. Помнится, в свое время этот же Европейский парламент выступил против проекта Южного газового коридора. Но время доказало, насколько этот коридор важен для энергетической безопасности самой Европы. В этом смысле Европарламент просто пилит сук, на котором сидит. Телли? Спасибо большое, Шамистан Мамедов рассказал об очередной антиазербайджанском документе, который принял Европарламент. Ну что ж, чем обернется попытка армянского лобби очернить Азербайджан? Мы спросим у нашего гостя Ирины Цукерман, американской журналистки. Она у нас на прямой связи. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Этот процесс действительно начался именно во Франции. Мы видели, что именно во Франции предшествующие попытки привлечь внимание отрицательное с помощью армянских денег Денег привело к резолюциями и в обоих палатах парламента. Из этого следует извлечь и урок, что такого сорта политические компании следует пресекать изначально до того, как они переходят на более широкий международный уровень. Пресекать это возможно, потому что все это основано на лоббировании. Никакой политической или экономической силы пока оно действительно не имеет, но тем не менее сигналы отрицательные. Сигналы отрицательные, потому что публика это принимает к сердцу. Даже те из них, которые особо в конфликте не разбираются, следя за тем, что делают их политические представители. Поэтому с этим надо бороться изначально. Что же касается Европейского парламента, то действительно он погряз в скандалах коррупционных. И в этом представляется возможность для Азербайджана привлечь внимание к коррупции, связанной с нынешней резолюцией. Сейчас обсуждаются серьезные меры пресечения такого типа лоббирования, которое привело к крупнейшему коррупционному скандалу за многие годы, который разгорелся в ноябре-декабре и продолжается до сих пор. Ряд парламентариев был арестован, несколько человек были выкинуты из их собственных партий. Один из них небезызвестный лоббист против Азербайджана. Так что мы видим, что все-таки можно повернуть ситуацию в нужном направлении или же использовать те возможности, когда они представляются. Но не менее важным является образовательная информационная компания, информационная война. Так как все равно эти парламентарии создают проблемы своими высказываниями и в Европе нужно продолжать обсуждать правдивое течение событий. Нужны пресс-конференции, дипломатические пресс-конференции с прессой, с представителями прессы. И публично обсуждать, что происходит на самом деле и каким образом создаются военные кризисы, военное давление на Азербайджан. Создаются всякие ситуации, при которых Азербайджан потом выставляет в отрицательном свете. Это нужно доставлять до народа, до прессы. Если парламентарии не будут вслух обсуждать правду, которая им известна, то это работа дипломатов и аналитиков. Спасибо, спасибо большое. Действительно реального эффекта резолюция и не даст, и не поможет мирному регулированию. И получается, что здесь главное просто усилить напряженность между странами. Спасибо, Ирина, за ваши комментарии. Ирина Цукерман, американская журналистка, к нам подключалась. За годы сотрудничества между Азербайджаном и Латвией сложились теплые. И доверительные отношения налажен активный политический диалог. О том, что Азербайджан является очень важным партнером Латвии, говорилось не раз. В ходе многочисленных встреч и визитов на самом высоком уровне. Отношения между странами развиваются как на уровне глав государств, так и народов. При этом имеется потенциал для еще большего укрепления двухсторонних экономических и политических отношений. В этом контексте эксперты отмечают и кооперацию в сфере энергетики. Азербайджан интересует Латвию в первую очередь в плане своих энергетических возможностей. В этом отношении Латвия повторяет путь Литвы и Эстонии, которые много лет пытались найти в Азербайджане альтернативу для российской нефти и российского газа, от которого они стремятся отказаться уже больше 15 лет, если не 20. В этом отношении нынешняя активизация дипломатических контактов между Ригой и Баку это продолжение прибалтийской линии на диверсификацию энергетических связей. Расширение сотрудничества с Латвией в инвестиционной сфере реализации взаимовыгодных проектов Азербайджан придает большое значение. Стороны проявляют интерес к разработке новых инициатив и совместных проектов для увеличения объема взаимных инвестиций. В 2018 году в Риге открылся первый в Евросоюзе торговый дом Азербайджана. Он способствует популяризации на латвийском рынке бренда Made in Azerbaijan, а также расширению экспорта азербайджанской продукции. В свою очередь в Азербайджане зарегистрировано порядка 40 латвийских компаний, осуществляющих деятельность в сфере строительства, услуг, промышленности, связи, транспорта и многих других. Эсмир Алиева, СБС Аллея Героев Баку готовится к 33-й годовщине событий 20 января. Традиционно в связи с годовщиной трагедии на территории Аллеи создаются специальные композиции из гвоздик. Сотрудники учреждений исполнительной власти завтра, 20 января, проведут необходимые мероприятия по организации посещения гражданами территории Аллеи. Одновременно организована круглосуточная дежурция работников коммунальных, хозяйственных служб, бригад скорой медицинской помощи. 20 января азербайджанский народ будет чтить память героев, не побоявшихся бросить вызов системе, жирного которой безжалостно поглотили героев, поднявшихся на освободительную борьбу против произвола и самоуправства, несправедливости и откровенного террора. Дата 20 января 1990 года разделила жизнь Азербайджана на до и после, обнажив лживую сущность тогдашней власти и фактически сдетонировав крах казавшейся несокрушимой системы. Сегодня на Аллее Героев идет подготовка к дню, когда каждый гражданин Азербайджана будет чтить память своих героев. Я считаю долгом для себя приходить сюда и чтить память наших героев. Мы должны помнить о них не только в день 20 января, но и остальные дни в году. Наши дети, наша молодежь должны знать, кто наши герои. Я точно знаю, что в Азербайджане много палладов, мубаризов, и наш флаг всегда будет гордо развиваться. Уже завтра будет отмечаться 33-я годовщина событий 20 января. Но мы уже с сегодняшнего дня посчитали для себя долгом прийти и почтить память наших героев, отдавших жизнь за Родину. Невозможно забыть эту дату, ведь она одна из самых кровавых в истории нашего народа. В Кишиневе начал работу Азербайджанно-Молдавский молодежный форум. Он посвящен столетию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. В ходе форума было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Молдовой были установлены Гейдаром Алиевым, и сейчас они успешно развиваются. На мероприятии говорилось также о 33-й годовщине трагедии 20 января, который будет отмечаться уже завтра. Участники форума отметили, что первая политика правовая цена кровавой трагедии азербайджанского народа была дана Гейдаром Алиевым. В рамках форума развернута фотовыставка о жизненном пути общенационального лидера, которая была с интересом встречена молдавской молодежью. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч.